Доброго времени суток, дорогие дамы и господа! Сегодня, как обычно, будем говорить о нашей недельной главе. Глава Мецура. И мы продолжаем бороться за чистоту речи, потому что, как и в предыдущем ролике, мы с вами говорили, что цара, вот эта проказа, духовная проказа, не совсем физическая, она связана со злословием. И хотя уже много сказано о запрете клеветы, злословия, сплетен и так далее, но, к сожалению, по сегодняшний день есть еще целые страны и даже индустрии, которые считают, что подобные вещи, они абсолютно оправданы. Но, как говорил Остап Бендер, уголовный кодекс надо чтить, тем более, что этому кодексу 33 века, а он до сих пор еще более, чем когда, релевантен. Но что делать, когда ты видишь конкретно, когда что-то не так, когда ты видишь, что какой-то изъян, или, как сказал Оксимирон, мы обречены видеть изъян мироздания. Хочется ведь сказать. Нужно, казалось бы, сказать, что что-то не так. Но как же избежать злословия? Наша недельная глава дает удивительный совет, как с этим быть. Говорит нам наша глава, сомневайтесь. Просто по-простому написано в нашей главе, что когда придешь в землю Израиля, я дам, имеется в виду Всевышний, тебе проказу на твоих домах, ты должен принести ее коину, там, где вот этот кусочек, там, камень или что-то, на котором проказы, и сказать, мне кажется, что это проказа. Обратите внимание, кетцара, как проказа. Даже при том, что в предыдущем предложении написано, что сам Всевышний тебе ее посылает, ты должен сомневаться, проказа ли это. Мне кажется, что это важнейший урок для нас. Да, у нас много изъянов вокруг нас. Мы видим, когда что-то не так, и очень хочется на это показать пальцем. Но есть важнейшие принципы иудаизма, которые говорят наши мудрецы, не суди своего ближнего, пока не окажешься на его месте. Ничего страшного, если мы будем сомневаться. Просто сомневайся, что действительно это тот изъян, о котором идет речь. Оставь вот эту вот возможность, что, может быть, ты понял что-то не так. Меня, честно говоря, всегда очень пугали люди, которые абсолютно уверены в своей правоте, особенности по отношению к другим. Дамы и господа, даже Бог сомневался. Ничего страшного. Когда Всевышний творит человека, Он впервые говорит о том, что что-то сделать во множественном числе. Он говорит, насе, Адам. Сделаем человека. Объясняют наши мудрецы в разделе санедрин, что это вопрос, который Он задает ангелам, с большим знаком вопроса. Он сомневается, делать ли нас или нет. Другими словами, если Бог сомневался, продолжайте тоже сомневаться. Вот сомнение, никто никогда не умирал, и корона с нас не упадет. Другими словами, продолжайте сомневаться с Богом. Успехов. До встречи. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин